Тем временем массированные обстрелы Донбасса не прекращаются больше недели. Только вчера украинская армия выпустила по территории ДНР более 400 снарядов. Есть погибшие и раненые. Украинские боевики, иначе их не назовешь, пытаются любыми способами запугать жителей освобожденных территорий. Но насильно мил не будешь. Мариуполь и Азовсталь. Тому доказательство, как бы засевшие там боевики не пытались запугать людей и взять город под свое управление, правда оказалось на стороне справедливости. Ксения Лебедева своими глазами увидела результат работы армии Украины и НАСБатальона Азов. Донбасс сейчас глазами нашего корреспондента. Буквально вчера знак Мариуполь перекрасили в цвета российского флага. Очень знаменательно, потому что на этом месте мы в день России. И сейчас расскажу, что происходит в самом городе. Вот так сейчас выглядят улицы Мариуполя. Для высотки с выжженными глазницами, руины жилых кварталов и люди, которые не смогли уехать. Для территорий, которые затронули военное действие, это нормально. Здание филармонии в Мариуполе – это одно из тех зданий, которое осталось целое. Поэтому сегодня сюда переезжает труппа Мариупольского театра. Люди не хотят покидать обжитые места, как птицы свои гнезда. Возможность была, люди уезжали, у нас не было желания никуда ехать, потому что мы были дома. Я всегда говорю, что дома стены помогают. Поэтому мы приняли такое решение, что если нам суждено, то суждено. Если не суждено, значит не суждено. Лариса Колесник – актриса и режиссер Мариупольского театра. Сегодня ее родная труппа вынуждена сменить место прописки. Здание драмтеатра сравняли с землей. У Ларисы 9-летний сын. И удивительно, как мать оберегает ребенка от войны. Даже эту ситуацию переводят в детскую игру. Просто не хотелось создавать панику. Мы играли в игру кальмара, в которой играют сейчас дети. То есть для нас это было проще. И для ребенка как бы тоже проще было это все пережить. Нам тяжело было очень. Психологически очень тяжело. И морально, и физически тяжело. То есть я никому такого не желаю. Сейчас театр, как пример возрождения и желания жить, готовится к открытию сезона. Водевиль уже 10 сентября. Теперь мы собираемся это все делать на русском языке. А раньше это было на украинском? Ну, естественно. Нас просто принуждали. Нам запрещали говорить на русском языке. И это подтвердит каждый. Сложно было это все. Восемь лет у нас как бы... Не знаю, как мы это выдержали. У людей разные отношения к спецоперации, которые проходят. Ваши, как непосредственно участника, непосредственно, скажем, жертвы даже события. Ну, наверное, она была жесткая, во-первых. И мы рассчитывали, что она будет более короткой. Она была немного все-таки длинновата. Это месяца полтора, наверное, два. Вы рады, что это произошло? Конечно. Конечно. Мы все равно рады, честно говоря. Единственная задача сейчас, так как мы остались в этом городе вместе с нашими зрителями, которые любили нас, которые приходили к нам, дарили цветы. И я думаю, что это хорошо, что мы их не бросили одних. Мы остаемся здесь. Мы будем что-то творить, что-то придумывать. Они будут опять-таки к нам ходить на спектакли, радоваться, смеяться. Потому что на данном этапе это главное, что мы должны сделать все то, чтобы они забыли весь тот ужас. Стоим рядом с роялем, которое задело пуля, да? Какой-то осколок пуля. Либо осколок. Как вы вообще пережили все это время? Вы были вообще в городе, либо вам пришлось уехать? Да, в городе. Это наш дом, наш город, наше море. Мариуполь расположен на берегу Азовского моря. Летом это шикарная курортная зона. Люди хотят отдыхать, купаться, да и туристический сезон впору открыть. Ведь время зарабатывать, в том числе на восстановление. Поэтому сейчас Черноморский флот проводит работы по разминированию. В данный момент нам покажут, как происходит разминирование. Сейчас водный транспортер тралом будет задевать флажки мин, после чего будет происходить взрыв. Буквально пару минут и территория, которую он очистил, будет пригодна и безопасна для жителей Мариуполя и для отдыхающих. Журналисты, которые присутствовали во время процесса, были шокированы соленой волной, которая всех накрыла. Обычно задача противодесантной мины, как ее называют, ПДМ-1, это взорвать плавсредство. Поэтому осколки не разлетаются на большое расстояние. Но в нашем случае, во время демонстрации, осколок прилетел примерно 150 метров. И вот такой сюрприз оставил для хозяина автомобиля. Пока же можно наблюдать, как желающие окунуться в уже мирную жизнь, занимающие злонги на пляже Белосарайской косы. Только на берегу, цифра пугает, разминировали порядка 12 тысяч единиц различных снарядов. По разминированию акватории порта Мариуполя и всех подходных каналов силами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота была проведена колоссальная работа в этих условиях, сокращенные сроки по разминированию порта и подходных каналов. Но Азовское море в Мариуполе – это не только отдых, это еще и работа в порту. До военных действий на предприятии работало порядка трех с половиной тысяч сотрудников. Сейчас пока же 630. Однако здесь не спят, набирают обороты. Порт очень большой, хозяйство у него современное, и он готов, лучшие времена он делал 17 миллионов тонн переработки. В прошлом году украинская сторона сделала 7 миллионов, но по потенциалу он может и 30 миллионов. То есть это сравнимый порт, самый лучший, самый оснащенный порт на Азовском море, но его можно сравнить и даже с Новороссийским портом, это самым большим хабом здесь в Южном регионе. Директор говорит, что порт, если брать по технике и инфраструктуре, пострадал примерно на 20%. А вот здания и сооружения, в которых размещались бытовые комплексы, администрация, разрушение составили порядка 70%. А вот на Азов-стале, крупнейшем предприятии Мариуполя, ситуация противоположная. Его восстанавливать не будут. Причина власти Украины – возвели его с экологическими нарушениями. 21-22 апреля азовцы обманным путем начали завлекать жителей Мариуполя и соседних деревень на территорию Азов-стали, говоря о том, что здесь будет безопасно, и именно здесь они смогут укрыться от бомбежек и обстрелов. Но в этом случае люди стали просто заложниками ситуации, когда азовцы не выпускали их. И уехать из города, и покинуть Азов-сталь для них стало невозможным. Я так понимаю, что вы один из тех, кто присутствовал, когда вы водили пленных. Вот расскажите о том, как это происходило. Представителю командования украинских националистов и ВСУ было предложено неоднократно возможность сложить оружие, отказаться от бессмысленного сопротивления, сохранить свои жизни и жизни своих подчиненных. Им обещали условия, как минимум, это оказание всей необходимой медицинской помощи, а также обеспечение прав и гарантий в соответствии с действующим законодательством Донецкой народной республики и международным гуманитарным правом. Украинские националисты, которые захотели сдаться, сложили оружие. Их вывод происходил организованно. Более двух тысяч человек были выведены с территории металлургического комбината Азов-сталь в городе Мариуполь, где мы сейчас непосредственно и находимся. Как они себя вели, когда выходили? О чем говорили? Что спрашивали? Было ли такое? Эмоционально они были подавлены. Они поняли, что киевские власти, в том числе товарищ Зеленский, бросили их. Они неоднократно обращались за помощью к своему командованию, находящемуся в Киеве, а также к международному сообществу, поддержать их и дать возможность покинуть территорию комбината с оружием в руках. Изначально им были выставлены условия. Единственное условие сохранения их жизни – это сложить оружие и отказаться от сопротивления. Среди тех, кто вышел, были ли иностранные наемники? Да, среди вышедших были иностранные наемники, которые владели несколькими иностранными языками. Сейчас устанавливается их гражданство. Соответствующие ведомства делают запросы в Министерство иностранных дел других стран. Не вся территория Азов-Стали еще безопасна. Журналистов останавливает оградительная лента, и прямо за ней вы можете увидеть еще неразорвавшийся снаряд. Мое самое твердое убеждение состоит в том, что я знаю, что мое правительство поставляет оружие, чтобы вызвать большую часть этих разрушений. И мое правительство имеет очень долгую историю поставок оружия очень плохим группам людей – экстремистам, фашистам, террористам. И между ними нет никакой разницы. Передвигаясь по Азов-Стали, нам постоянно напоминают о том, что нужно быть внимательным и осмотреть под ноги. И вот одно из напоминаний – это еще неразорвавшаяся граната. И таких предметов множество на территории Азов-Стали, а это 11 квадратных километров. А вот такими коридорами между собой были связаны все заводы Азов-Стали. В мирное время здесь просто лежали все коммуникации, а вот военное их использовали для связи между собой нацбатальоны. Была заминирована дверь, то есть срабатывала на открытие. При открывании двери шел разрыв цепи и замыкание электрозырной цепи. Два фугаса, один был установлен направленным действием здесь. Взрывная волна, соответственно, осколки были направлены вот так вот вертикально вниз. Второй дублирующий заряд находился в галерее направленного действия сектора сюда вот на дверной проем. То есть при открывании двери одновременно срабатывало два фугаса направленного действия. С этой позиции работала снайперская пара и группа прикрытия. Для этого они подготовили стену, вернее, вы видите то, что от нее осталось. Эта позиция была достаточно удобна для стрелков, потому что уже с 15 метров она не просматривалась. Известно, что в плен сдалось 2500 украинских бойцов. Большая часть это спецподразделение АЗОВ. В данный момент идет следствие, но предварительно им грозит высшая мера наказания. Согласно законам ДНР это смертная казнь. По словам Пушилина, обмен и помилование не рассматриваются. В главном эфире Ксения Лебезева и Андрей Новгородцев. Донбасс.